Соседи услышали громкий плач пенсионерки и вызвали полицию. В Златоусте участковый помог 87-летней женщине, которая почти двое суток была заперта в квартире в беспомощном состоянии. Об этом и других спасениях расскажем в сюжете. На этом фото тот самый полицейский Андрей Худяков. Он успокоил бабушку через дверь и вызвал спасателей. К этому времени пенсионерка уже сильно ослабла. К счастью, ее успели вовремя спасти. Сейчас здоровью старушки ничего не угрожает. За ней ухаживают родственники. Понадобилась помощь медиков и жительницы Челябинска. На улице Доватора женщина не заметила в дороге углубление и подскользнулась. Итог – перелом руки. По словам пострадавшей, фонари в этом месте не горели, поэтому она и не заметила скользкую колею. Оказались в беде и трое рыбаков из Магнитогорска. Мужчины отправились на рыбалку в Башкирию, но уже на льду у них возникли проблемы. Снегоход частично ушел под воду. Идти пешком было нельзя. Люди позвонили в экстренные службы. Спасатели достали снегоход и эвакуировали мужчин на берег. А в Златоусте 67-летний мужчина едва не лишился ног после того, как увяз в снегу. Южноуралец отправился на дачу за солениями. Но выбраться из снежного плена самостоятельно не смог. Не удалось вытащить его и супруге. Пришлось звать на помощь спасателей. К их приезду ноги пенсионера уже отказали, и он сильно замерз. К счастью, его успели вовремя эвакуировать. Девушке после турпохода на Таганай потребовалась помощь врачей. Группа из Тюмени решила активно провести выходные. За два дня по Таганаю люди прошли около 45 километров. Такая нагрузка оказалась критической для одной из туристок. Слабость, потемнение в глазах и другие опасные симптомы были этому подтверждением. Руководитель группы обратился к спасателям. Девушку доставили к центральной усадьбе и передали бригаде скорой. Только после помощи врачей туристка смогла прийти в себя. Увязла в сугробах Златоуста, и это бригада медиков. Врачи приехали к тяжелобольному человеку, но добраться на машине до него не смогли. Пришлось идти пешком. Тем временем местные жители попытались самостоятельно вытолкать машину. Но бесполезно. Врачам пришлось уезжать на другой машине. Много снега скопилось и на крыше этого дома в Копейске. В результате кровля обрушилась. Фото было сделано в поселке Божово. Местные жители винят во всем управляющую компанию. Ведь ее сотрудники крышу не чистили. Специалисты уже приступили к работе по восстановлению кровли. Пришлось самим доставать питомца. Чулябинец рассказал об открытом колодце под снегом. Уважаемый житель Вишневогорка, генерал Костицын опять. Вот здесь вот колодец открытый. Аккуратно, тут только что у нас провалилась собака. Слава богу, все достал. Ни кипятка ничего нет. Но дети могут провалиться, если кто-то будет гулять или человек. Опасный объект находится в поселке Западный. Открытый колодец был завален снегом. Когда местный житель вышел на прогулку со своей собакой, она провалилась в колодец. В итоге хозяину пришлось самостоятельно лезть в люк и доставать питомца. Фура сломалась в Чулябинской области. Сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю. На участке было организовано реверсивное движение.